Приветствую вас! Вы знаете, люди меняются только исключительно по своему желанию, они не меняются по желанию кого-либо еще. И, соответственно, я, наверное, с полной уверенностью могу сказать, что если от того, как ведет себя мужчина, страдают, ну, собственно, другие люди, да, то это выбор, на мой взгляд, исключительно тех людей, которые, ну, так или иначе, хотят общаться с этим человеком. Потому что они, на мой взгляд, знают, они знают, какой этот человек, они знают, что из себя этот человек представляет, они отдают себе отчет, какой он. И что, скорее всего, скорее всего, меняться он не будет. Точнее, даже, может быть, он и хотел бы где-то в глубине души, например, измениться. Но он не может этого сделать. Потому что не все зависит от человека, на мой взгляд. Вот это, в принципе, то, что можно сказать. И понимаю ли я, допустим, что, ну, что вы страдаете? Да, понимаю, прекрасно понимаю, что вы страдаете. От того, что человек ведет себя определенным образом. Вот. Я прекрасно отдаю себе в этом отчет. Но это не имеет никакого значения для, условно говоря, для перспективы взаимодействия. Потому что вас никто не заставляет не морщаться. Какой бы, каким бы близким человеком для вас он ни был, каким бы близким человеком, вы решаете общаться с ним или нет. Понимаете? Если вы терпите негатив от этого человека, если вы терпите негатив от того, что, ну, вот, от того, как он, там, взаимодействует с вами. Если вы терпите этот негатив, то это ваш выбор. Понимаете? Это ваш выбор. Это ваше право терпеть, ну, терпеть его, этот негатив. Этот негатив. Потому что человека не изменится. Вот. И вы, соответственно, либо принимаете решение с ним не общаться вообще, либо вы принимаете решение ограничить свое общение с ним настолько, чтобы не страдать, либо вы меняете, меняете отношение к тому, что он делает, к тому, как он себя ведет. Немного, немало, это едва ли единственное, что вы можете сделать. То есть, вот, у вас нет другого выбора. Тело в том, прям, просто. Стоит ли во всем? Потому здесь собираешься. Потому что 54 года измениться можно только при своем желании. И при желании, вот, немного не надо, да, при желании, очень к стилю, ну и вот, такая вот история, так мне это видит. Вы можете создать, вы можете создать для человека условия, в которых он, например, захочет менять. То есть вы можете дать человеку условно мотивацию, вы можете условно дать человеку мотивацию. Чтобы у него был мотив, мотив меняться. Пока что, но на данный момент этим мотивом для изменений, ну, люди не являются. То есть его не мотивируют, не мотивируют люди на изменения. Хорошо это или плохо, мы сейчас в расчет не берем. Но факт остается фактом, что страдание людей, да, в расчет не берет, его это не мотивирует. Вот, собственно, и все. Значит, если вы можете за мотивировать человека, если вы способны его за мотивировать, прекрасно. Если вы не можете его за мотивировать, ну, вариант искать способ. Вот, я думаю, что безусловное принятие мужчины, безусловное принятие мужчинам в купе с отстаиванием своих интересов. Ну, вот, своей позиции. Ну, было бы, ну, было бы наиболее, наиболее корректным здесь. Вот. Так, по крайней мере, это мне видится. Если вы будете уважительно относиться к человеку, да, вот, и если вы будете уважительно относиться к себе тоже. Чтобы это не было, знаете, какой-то игрой владиворот. Вот. Ну, вот. Примерно. Примерно так. Я думаю, вам можно ответить на вопрос. Больше думать о себе, как и людям, которые находятся рядом с ним. Вот. Больше думать о себе. Больше работаться о себе. Больше. Больше. Беспокоиться о себе. Вот. Чтобы он видел, как обстоят дела. Чтобы он видел, как можно и нужно. Вот. Что я столько учить человеку. Не менее важным моментом является и то, что, как вы говорите, он окрубел и охамел в результате, ну, каких-то действий. В жизни его. И, соответственно, если эти происшествия будут выявлены, то очень может быть. Что он изменится. Ведь то, что вы описываете, вот, судя по тому, что вы описываете, у него ничто иное, как защитная реакция на какие-то вещи. В жизни. Которые. Которые. Ему, ну, понятное дело, не по душе. Сказать, грубое стихам, что это защита. Обрат к тому, от. От чего оно. От чего это защита. Понимаете? Вот. Мне кажется, что таким образом можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. вот. Я очень надеюсь, что для вас это было полезным. Я очень надеюсь, что вам это было интересно. Вот. Я очень надеюсь, что вам это поможет. Если остались дополнительные вопросы, пишите, пишите в личку. Буду рад помочь. Я желаю вам всего, всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.